Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну что, давайте, наверное, начнем с политических событий в Израиле. Да, мы в последнее время очень много подробно разбирали ситуацию, скажем так, американо-израильскую и даже американскую, связанную, скажем, с еврейскими настроениями в Америке. Но пришло время как бы вспомнить о том, что наша передача, в общем-то, посвящена больше именно израильским проблемам и посмотреть на ситуацию в Израиле. Но, опять же, через призму того, к чему мы должны готовиться или к чему нам, возможно, придется, с чем нам придется, возможно, столкнуться в самое ближайшее время. И это, конечно, возможно, не дай бог, конечно, изменение ситуации в Белом Доне. В недавнем интервью «Нью-Йорк Таймс» Джо Байден подтвердил свое намерение вернуть США к подписанной в 2015 году ядерной сделке и отменить экономические санкции в отношении Ирана, если тот станет соблюдать предписанные договором ограничения. Сразу же вслед за этим Байден намерен добиваться от иранских переговоров и нового более долгосрочного ядерного договора, потому что нынешний, в общем, истекает через пять лет. Байден утверждает, что цель его политики — не дать Ирану заполучить бомбу. Но на деле политика Байдена, напротив, скорее обеспечит Ирану возможность беспрепятственно разрабатывать и сам ядерный арсенал, и, что может быть еще опаснее, ракеты для его доставки. Во-первых, потому что, как я уже сказал, в 2025 году срок сделки просто истечет, и у Ирана не будет никаких ограничений для создания ядерной бомбы. Во-вторых, поскольку никакого эффективного механизма, обеспечивающего контроль за выполнением оговоренных условий, ядерная сделка 2015 года просто не имеет. Так, например, вот инспекторам ООН, которым поручено обеспечивать соблюдение требований Ирана, разрешается посещать лишь гражданские ядерные объекты. При этом исключительные полномочия Ирана определять, что является гражданским объектом, а что военным, превратили предусмотренные сделкой режимом инспекции просто в какой-то жалкий фарс. Другими словами, иранцы говорят, этот объект нельзя проверять, он у нас не гражданский. Инспекторы говорят, а мы это хотим пройти, этот тоже не гражданский. И поскольку только Иран определяет, то, в общем, проверять инспектора ничего толком не могут, ну, кроме каких-нибудь спортивных площадок, там, казарм или завода по производству консервов. Понятно, что Израиль не готов мириться с подобным положением дел. И подобно тому, как премьер-министр Бениамин Атаньяо был вынужден выступать против ядерной сделки Барака Албамы, у Израиля опять нет иного выбора, кроме как решительно выступить против планов Байдена. Вот только проблема в том, что сейчас Израиль не способен успешно противостоять плану Байдена, который позволит Аятовым заполучить и, как бы, ядерное оружие, и средства доставки, то есть подведет его к осуществлению своего объявленного уже давно плана по ликвидации еврейского государства. Поскольку в настоящее время единого правительства в Израиле, как вы знаете, нет. По сути, в стране существует два правительства, которые формально входят в правительство единства, но на практике расходятся во всем, включая и то, как относиться к политике Байдена в отношении Ирана, как, впрочем, и во всех остальных вопросах тоже. Правительство Ликуда во главе с Натаньяо осознает, прекрасно осознает опасность, которую представляет собой политика Байдена в отношении Ирана. И на прошлой неделе только посол Израиля в США, сторонник Натаньяо, Рон Дрэмер, он недвусмысленно подчеркнул, что было бы ошибкой вернуться к ядерной сделке. Но он дипломат, он говорит ошибкой, он не говорит более жесткой. Но правительство Кахол-Лаван под руководством министра обороны Бенни Ганса этой опасности не понимает. Две недели назад партнер Ганса, министр иностранных дел Габи Ашкенази, сообщил Комитету по иностранным делам и обороне КНЕС, что бескомпромиссная позиция Натаньяо совершенно неверна. И, как сообщают нам СМИ, Ашкенази сказал, что Израиль может найти общий язык с администрацией Байдена по вопросу Ирана. По словам Ашкенази, советники Байдена признают проблемы, которые были как бы дыры, оставленные в сделке 2015 года, и открыты для предложений по ее улучшению. И он Ашкенази намерен убедить представителей иранской команды Байдена увязать вместе ядерную программу Ирана и его программу развития баллистических ракет и вообще региональную агрессию. Ну, на бумаге позиция Ашкенази кажется разумной и логичной, и правильной, но в реальном мире, мы с вами прекрасно понимаем, она абсолютно несостоятельна. Потому что решимость, с которой Байден намерен вернуться к ядерной сделке без каких-либо условий, за исключением формального обязательства Ирана ограничить свою ядерную деятельность, ясно дает понять нам, что пересмотра каких-то параметров этой сделки вообще не намечается. Что же касается планов Байдена по переговорам о новой сделке, у Ирана вообще не будет никаких особых причин для того, чтобы пойти на такое соглашение. Ведь отменив санкции Трампа, Байден просто потеряет все рычаги влияния и давления на режим АйТО. Вот эти расхождения Кахолла, Ван и Ликуда по поводу политики в отношении Ирана, как и другие столкновения, например, по вопросам национальных и стратегических интересов Израиля, в Иудеи и Самарии, ясно дают понять, что вообще весь этот фарс с правительством единства, он себя исчерпал. И, столкнувшись с администрацией, решительно настроенно обеспечить Иран бомбой и открыто враждебным правам и интересам Израиля в Иудеи и Самарии и объединенном Иерусалиме, к слову, тоже. Израиль просто больше не может позволить себе вот такое двуглавое правительство. Надо сказать, что израильтяне в большинстве своему убеждены в том, что в стране необходимо защищать свои национальные интересы даже ценой угрозы открытой конфронтации с администрацией США. Единственным вариантом способного на это правительство является коалиция правых партий, поддерживаемая также партиями ультра-автодоксов. И, согласно опросам, именно такое коалиционное правительство израильтяне намерено избрать в случае выбора. В течение уже нескольких месяцев блок правых и ультра-автодоксальных партий неизменно набирает 65-70 мест в Кнессете, а те, что обеспечивает комфортное большинство в Кнессете, в котором, как я напомню, 120 мест. И вот тут мы приходим к самому важному и самому главному. К сожалению, эти опросы не дают представления обо всей сложности ситуации, потому что необходимой составляющей подобного блока правых и ультра-автодоксальных партий является партия Емина, партия Нафталий-Беннет. Емина — это направо. Но теперь, в общем, совершенно неясно, в какой мере Емина остаётся правой партией в каком-либо значимом смысле этого слова. Да, я повторюсь, это звучит, может быть, очень странно для многих наших слушателей, но совершенно неясно, в какой мере сегодняшняя партия Емина действительно является партией правой. Я объясню. На первый взгляд, идея о том, что Емина может перестать быть правой партией, она кажется абсурдной. Емина — это коалиция трёх правых партий, занимающих позиции справа от Ликуда. Это, я напомню, Новые правы, Национальный союз и Еврейский дом. Последняя партия — Еврейский дом. Это бывший Мавдаль, то есть бывшая партия религиозных сионистов. Она оставила блок Емина и присоединилась к нынешнему правительству, которое было сформировано в мае. И сегодня в Емине доминируют Новые правы, то есть Беннет и Шакет. В конце 2018 года занимавшие в тот момент посты министра образования, министра юстиции, Нафтали Беннет и Айелет Шакет, они были в правительстве Натаньяо тогда, покинули Национально-религиозную партию «Еврейский дом», они вышли из неё и сформировали Новых правок. Новые правы были в тот момент такой вот идеологически правой партии, приверженной достижению самых важных, как мне кажется, целей, двух целей. Во-первых, реформе, которая должна была укротить киперактивность юридической клики и распространение израильского суверенитета в Аудии и Самарии. Но вместо того, чтобы сфокусировать свою кампанию вот тогда ещё, на первых выборах, в тех тройных выборах, которые у нас были год назад, вместо того, чтобы сфокусировать свою кампанию на объединении единомышленников, Беннет и Шакет сосредоточились на не идеологических и даже вовсе не правых избирателях. И может быть, именно это игнорирование своих естественных сторонников и, наоборот, ухаживание за избирателями, которых совершенно не беспокоили проблемы, поднятые партией на стяги. Новые правые в итоге набрали на 1500 голосов меньше, чем нужно было для четырёхместного порога при прохождении в КНЕСТ. Они не прошли в КНЕСТ. В том были ещё два раунда. В двух следующих раундах выборов Беннет и Шакет перестраховались. Они сформировали блок Ямина и пошли на выборы вместе с Национальным союзом и Еврейским Домом. При этом, однако, они не стали пересматривать свою избирательную стратегию. И как и на выборах в сентябре 2019 года, так и на выборах в марте 2020 года они с удвоенной силой продолжили ухаживание за левоцентристами, так и не сумев, на самом деле, добиться на этом поприще никакого значимого успеха. Ведь смотрите, на выборах в апреле 2019 года, когда новые правы не дотянули до своих четырёх мест, фракция Национального союза Еврейского Дома, то есть то, что осталось от правых партий, они получили пять мест в Кнессете. И, в общем-то, в тот момент, после хаоса, вызванного внезапно, буквально перед самыми выборами, уходом Беннет и Шакет, эти пять мест фактически стали отражением электорального ядра правых партий справа от Ликуда. То есть вот той части национально-религиозного сегмента общества, которая как-то читает секторальное голосование за свои, за поселенцев, за партию поселенцев. Пять мандатов. Во втором туре вся Ямина получила всего семь мандатов, а в сентябре вовсе шесть. То есть, другими словами, если исходить из того, что верный национальному единству, национальному союзу, базовый электорат секторальный, он сохранял свои пять мандатов, ведь это же были в течение года три захода выборных. Эти пять мандатов никуда не девались. В итоге, по сути дела, получается, что Ямина привнесла в эти пять мандатов одно место в Кнессе, всего лишь одно. Но с момента формирования нынешнего правительства ситуация стала меняться. Ямина, как мы помним, не вошла в правительство, то есть еврейский дом откололся и вошел в правительство Натаньяу, а Ямина осталась в оппозиции. И вот теперь опросы раз за разом показывают, что Ямина стабильно получает 20 мест и занимает второе после Ликуда место по размеру, по опросам. Социологи утверждают, что примерно наполовину поддержка Ямины происходит со стороны левоцентристов, особенно от разочарованных сторонников Кахолова. Но другая половина приходит справа. У поддержки партии Ямина, партии, которая до сих пор считалась абсолютно правой слева, есть три источника. Во-первых, в течение нескольких последних месяцев Беннетт фокусирует все свои выступления на борьбе с коронавирусом, утверждая, что это единственный вопрос, который должен стоять на повестке дня национальной вот сейчас. Его настойчивое внимание к пандемии и нанесенному ей экономическому ущербу, оно действительно привлекло к нему сторонников из числа тех израильтян, кто пострадал от карантинных ограничений, и особенно не терпелив в отношении усилий правительства по смягчению последствий этой эпидемии. То есть тем, которым все не нравится, они говорят, ну когда уже все откроют, когда уже перестанет это все, все эти ограничения никому не нужны. Они ворчат, они злятся на правительство, на Натаниал и приходят к Беннетту. Это его как бы вот те мандаты, которые мы видим в вопросах. Во-вторых, и возможно, среди центристских и левых избирателей это стало главным фактором, оставаясь вне правительства Натаниал, Ямина сумела привлечь к себе хотя бы, по крайней мере, некоторых из тех избирателей, кто прежде всего мотивирован ненавистью к Натаниалу. То есть став оппозиционной партией, она привлекает к себе, особенно среди левых и центристов, тех, кто просто ненавидит Натаниалу. Раз Ямина в оппозиции, а так остальных мы разочаровались, так вот теперь Ямина наш новый фаворит. Ну и в-третьих, Ямина приобретает всё большую поддержку у левых, потому что в последние три месяца это для нас самая важность, на мой взгляд. Беннет утратил как бы свою лояльность к правым, как в политическом, так и в идеологическом плане. В политическом плане Беннет отрезал Ямину от своих основных избирателей, от своего бейса электорального, от национально-религиозной общины, от религиозных сионистов. Ещё в сентябре, тогда вот в сентябре на торжественном мероприятии в честь праздника Роша Шана, наступления Нового года, Беннет сказал, «Я не считаю Ямину секторальной партией». То есть все люди, которые голосовали именно за Ямину как партию секторальную, то есть наша, типа поселенческая партия религиозных сионистов, Беннет им сказал, «Я такую, эту партию больше не считаю». Поэтому эти люди как бы были, он их оттолкнул. Но отказавшись от политической базы Ямины, Беннет отказался также и от идеологических основ, то есть от суверенитета в Иудеи и Самарии и от юридической реформы, от борьбы с юридической кликой израильской. И вот примеры. В прошлом месяце в интервью армейскому радио Беннет сказал, «В ближайшие годы я намерен отложить политику в сторону, включая такие важные вещи, как аннексию и палестинское государство». Тут на самом деле есть очень важный и очень странный, необъяснимый, на мой взгляд, вообще аспект. В решении Беннета отказаться от базовой идеологической платформы правых самым удивительным и абсурдным, что ли, является то, что оно вообще не имеет никакого политического смысла. Ведь благодаря призыву президента Дональда Трампа, который призвал к установлению суверенитета Израиля над частями Иудеи и Самарии, возможность распространения суверенитета Израиля в значительной части Иудеи и Самарии, она стала жизнеспособным вариантом. Это уже не какие-то странные идеи каких-то радикальных правых. Нет, это вполне реальная вещь. Немножко технически нужно подработать, но она реальная. И более того, её поддерживают в различных формах подавляющее большинство населения страны. Поэтому Беннету, если он, конечно, не был специально заинтересован в том, чтобы заполучить признательность крайне левых, вообще не имело никакого смысла говорить, что он отказывается от идеи продвигать суверенитет Иудеи и Самарии. Это не давало ему никакой электоральной базы. Только если он хотел зафиксировать себя в сознании общества как партию, так сказать, переходящую справа налево. И при этом единственный вариант, при котором Израиль вообще может распространить свои суверенные права Иудеи и Самарии, по сути дела, единственный путь, позволяющий правому правительству реализовать какую-то свою политику, это продвижение, прежде всего, к Нестам глубокой реформы, которая вернёт к Нестету, то есть избираемому обществом инструменту законодательной власти, те полномочия, которые сегодня присвоили радикальные и никем не контролируемые представители юридической клики, в том числе Верховный суд, конечно, израильский, офис юридического советника и государственная прокуратура. Те, которые диктуют сегодня политикам свою волю, хотя, по сути дела, в законах государства этого нет, которые подминают под себя решения и желания народных избранников, то есть депутатов парламента. В своё время, когда Ишакет была министром юстиции, она позиционировала себя, да и вообще всю свою партию, лидерами именно вот этого критически важного процесса, критически важного с точки зрения права, борьбы с гиперактивной юридической кликой, подмявшей под себя полномочия, не принадлежащие. Но вот в недавнем интервью армейскому радио правая рука Беннета, депутат Кнеста Матан Кахана, сообщил так. «Ямина больше не заинтересована в правой реформе», сказал он. «Мы приспускаем флаг на две трети мачты», сказал он. А неделю спустя Беннет и вовсе, можно сказать, сложил этот флаг и засунул его подальше в шкаф. Он демонстративно отказался присутствовать в Кнессете во время голосования по законопроекту своего же коллеги по партии, депутата Бацелеля Смотрича, который что он хотел? Законопроект Смотрича говорил так. «Люди, которые занимали высокие посты в прокуратуре или в юридический советник правительства, они могут, они же юристы, они могут потом претендовать на место в Верховном суде, но должно пройти не менее 10 лет между их уходом в отставку с государственного поста и вот попыткой войти в Верховный суд». Почему? Потому что понятно, иначе рука руку моет. Человек выходит из прокуратуры и тут же сходит в Верховный суд. Одна мафия, одна клика. Мы разделим это. Так, например, существует в армии. Армейский генерал не может сразу выйти в отставку и пойти в политику. Он должен поболтаться немножко на гражданке, чтобы какие-то связи у него оборвались, чтобы как-то все-таки он отошел от своих прежних контактов и всего остального. Мы знаем этот период карантина такой для высоких государственных чиновников. И что более разумное и нормальное, чем потребовать, чтобы высшие чины прокуратуры и юридический советник правительства, чтобы они ждали 10 лет до того момента, как они попробуют или их можно будет провести в Верховный суд. Но и этот законопроект подавал Бицалель Смутович, фактически соратник Беннета. Что сделал Беннет, когда было голосование? Он не явился туда, чтобы не поддерживать этот закон. И если даже всего вышеперечисленного мной не было достаточно для серьезного беспокойства по поводу приверженности лидерами Эмины правой повестки дня, на днях Беннет вообще объявил о том, что планирует назначать предвыборный список своих кандидатов в КНЕСЭД. Вообще сам факт, вот скажем, партия Ликуд, там есть партия, в ней партия. И члены партии фактически выбирают тот состав КНЕСЭД, который будет баллотироваться. Ну там есть какие-то системы сдержек и противовесов, но в принципе люди определяют, кто будет в списке Ликуда. А в партии Эмина Беннет определяет. И вот он говорит на голубом глазу, ну не на голубом, на самом деле, на карьем своем глазу, говорит, я вообще планирую в свой предвыборный список набрать депутатов, кандидатов неправых, чтобы как бы привлечь в себя больше левых и центристов. Но это же как бы до чего тогда, в чем тогда твоя правизна и как эти люди продвигать дальнейшую повестку дня. Более того, Беннет заявил, что он отказывается исключить возможность формирования левоцентристской коалиции, то есть не с Ликудом, а с левыми партиями Ешатид, Мерец и Эвиктор Либерман. При этом сподвижники Беннета и Шакет продолжают успокаивать правых избирателей, утверждая, что, мол, сам факт партнерства Беннета со Смотричем является достаточным доказательством правительственной партии. Действительно, Смотрич — это яркий лидер национального союза, партии «Национальный союз». И он, безусловно, движимый диалог. Но каждое заявление Бацалеля Смотрича о том, что именно никогда не сформируют левоцентристское правительство, немедленно опровергается Беннетом и его правой рукой, или левой теперь уже рукой, Матаном Каханой. Так на днях Кахана сообщил армейскому радио следующее. «Мы не исключаем сотрудничества с Фапидом и Мерецем в правительстве, которое мы сформируем, отложив в сторону все разногласия. Все равно в ближайшие четыре года шансов на реализацию правой повестки дня нет. Намек на то, что Байден не даст этого проводить. То есть, понимаете, они уже открыто говорят, что Ликуд и ультратароксальные партии, то есть правая право-коалиция, их не устраивает. Они с ними не пойдут. Они пойдут с левыми. И это говорит партия, которая думает, что она правая или называет себя правой. Другими словами, то количество мест, которое они именно получат от правых избирателей, это будет столько мест, сколько не досчитается правая коалиция, которая Ликуда, опирающаяся на партии ультратароксов. И, конечно, это все отдаляет возможность создать по-настоящему правое правительство. Более того, в лучшем случае, при условии, что Беннад сейсволит вступить в такую коалицию, учитывая, что он собирается набрать туда людей, так сказать, неправых, как он сам сказал, все это опять будет сведено к нынешнему неуклюжему двухглавому правительственному национального паралича. То есть просто будет коалиция, в которой вместо Кахо Лаван, вместо Ганса будет Беннад. Может быть, Беннад сам получше Ганса, но если он наберет туда неправых людей, то они будут занимать его как бы места от его партии. И они будут продвигать свою политику, а не правую политику. Короче говоря, по мере того, как в Великобритании и США разворачивается вакцинация населения, начинает как бы брежить свет в конце туннеля коронавирусной эпидемии. Но вместе с тем, по мере установления контроля пандемии, мы, возможно, стремительно приближаемся к мрачному четырехлетнему туннелю администрации Байдена. И, конечно, я повторю, что рано еще об этом говорить. 14 декабря еще не случилось, еще 10 дней. И мы надеемся на то, что Трампу удастся отстоять честность выборов и не дать возможность ворам захватить власть. Тем не менее, мы понимаем, что шансы уменьшаются. И вот, если наступит четырехлетний мрачный период администрации Байдена, то единственным вариантом, при котором израиль сумеет успешно противостоять к ведущим испытаниям, станет создание способного к последовательным и решительным действиям сопротивлению сильного правого правительства. Но вот это правое правительство сейчас под огромным вопросом, несмотря на все опросы общественного мнения, потому что мы совсем не уверены теперь в том, что Беннет и Шакет это партия, которая занимает правую позицию. Вот такой вот расклад у нас. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся. Обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего, но давайте, прежде чем мы приним звонки, давайте мы сначала еще одну важную тему обсудим, а потом уже, если останется время, перейдем к звонкам. Я имею в виду ликвидацию иранского главы ядерного проекта. Да, на самом деле, Сергей, я считаю, что это важная тема, поскольку вокруг этой ликвидации уже началось такое очень некрасивое и нехорошее воображение, в том числе со стороны возможных или, скажем так, кандидатов в администрацию, высокопоставленных кандидатов в администрацию БАТИ. Ну, во-первых, конечно же, это было вполне предсказуемо, что официальный представитель ЕС по внешним связям Питер Сану, а также другие европейские сторонники Ирана, быстро осудили ликвидацию иранского ядерщика Мохсена Фахри за Д 27 ноября, и при этом, конечно, они продемонстрировали шокирующее пренебрежение к смерти, к разрушениям и страданиям, которые могут быть причинены тоталитарным иранским режимом с использованием вот этого пагубного опыта, обеспеченного Фахри за Д. Но, с другой стороны, что нам более интересно, к ним присоединил свой голос бывший директор ЦРУ Джон Брэннон, который назвал эту ликвидацию террором, спонсируемым государством. То есть он, по сути дела, обвинил то государство, которое стояло за уничтожением, за ликвидацией Фахри за Д в спонсировании терроризма и вопиющим нарушением международного права назвал это Брэннон. Ну, вспомним, тот же Брэннон находился в оперативной комнате Белого дома в 2011 году, когда США начали операцию по ликвидации самого Бен Ладена на суверенной территории Пакистана, да, на минуточку. Надо полагать, в тот момент он не шептал президенту Барака Обама в ухо, что морские котики нарушают международное право. Но в качестве советника Обамы по борьбе с террором, а затем, будучи директором ЦРУ, господин Брэннон, конечно же, также председательствовал и публично оправдывал масштабные программы ЦРУ точечных ликвидаций с помощью беспилотников и в Пакистане, и в Афганистане, и в Ливии, и в Сомали, и в Йемене, и в других местах. Более того, он тогда, напротив, восхвалял полезность и законность вот этих точечных ликвидаций и уничтожения террористов. Теперь, в явной попытке согласовать свою позицию с нынешней конъюнктурой описывает устранение Фахризаде как сильно отличающиеся от ударов по лидерам террористов и боевиков таких групп, как Аль-Каида или Исламское государство. И, объявляя эту ликвидацию незаконной, Брэннон, похоже, больше сосредоточен на страхе перед смертельным возбездием и новым витком регионального конфликта, который он считает вероятным, но совершенно четко очевидный подтекст, который разделяется также многими другими левыми, это озабоченность тем, что нападение сделает возвращение администрации Байдена к ядерной сделке с Ираном более проблематичным, понимаете, это помешает Байдену быстро-быстро подписать соглашение с Ираном. И точка зрения Брэннона включает в себя наиболее распространённые возражения против точечных ликвидаций в наше время. Это, как правило, меньше от часто спорной законности таких действий. В принципе, точечная ликвидация никогда не была абсолютно запрещённой в соответствии с международным правом во время войны. Но больше о законности, морали и целесообразности внешней политики, которая задействует подобный метод. Фактически речь идёт о том, что является войной, а что нет, и о статусе государственных и негосударственных субъектов. Это важно. Брэнон говорит что? Он говорит, что точечные ликвидации законны, когда речь идёт об ликвидации незаконных комбантов, то есть боевиков, террористов, но не должностных лиц суверенных государств в мирное время, подразумевая, что в этом случае виновные в убийстве как бы не вели войну с Ираном. Это делает Брэнон для того, чтобы исказить, по сути дела, реальность, которая состоит в том, что войну уже давно нельзя рассматривать как определённые периоды боевых действий, которые характеризуются стремительным перемещением бронетехники по равнинам, грандиозными морскими сражениями или воздушными боями в небе. Вместо этого границы между миром и войной сегодня очень сильно и намеренно размыты такими странами, как Иран или Россия, которые часто используют субподрядчиков для нанесения удара по своим врагам как бы опосредованно, косвенно. Ну и также, конечно, эти рамки размыты негосударственными субъектами, такими как Исламское государство или Ликаида, с их беспрецедентной способностью к глобальному развитию насилия. Но давайте посмотрим. Под лозунгом «Смерть Америки» Иран ведёт войну с США и с Израилем, их западными союзниками, начиная с 79-го года, с Исламской революции. И используют для этого прокси-группы, и они использовали их для убийства сотен американцев в Ираке, в Афганистане, Ливане, в других местах, начиная с террористических атак на Ближнем Востоке и вплоть до Европы, США и Латинской Америки. Иран, именно Иран поддерживает кровавый режим президента Пшара Асада в Сирии, оказывает материальную помощь исламскому государству и талибану, и преднамеренно укрывает и содействует высокопоставленным лидерам Малькайзе, один из которых вот недавно мы узнали Абу Мохаммед Эль Масри, был уничтожен в Тегеране, в Тегеране в середине ноября. Иран ведет долгую и последовательную войну против Израиля, и при этом он заявляет откровенно, что его задача уничтожить еврейское государство. Иран финансирует и руководит атаки из Газы, из Ливана, из Сирии, и внутри Израиля подготавливает теракты, и против израильских граждан, и против правительственных чиновников за пределами региона. Иран создал обширный ракетный комплекс на юге Ливана с многими тысячами ракет, нацеленных на Израиль. И он стремится создать в Сирии базу для нападений на Израиль. То, что Израиль бомбит регулярно, не давая ему это создать. Иран разжигает и финансирует и вооружает мятеж в Йемене, с помощью которого ведет войну против Саудовской Аравии. И он наносит удары с помощью беспилотников и кроватых ракет по нефтяным объектам Саудовской Аравии. И всю эту многолетнюю глобальную войну организовывает и контролирует корпус стражей исламской революции КСИР. Бывший командующий силами КУЦа, спецназа КСИРа, Касом Сулеймани, мы хорошо помним, был ликвидирован в Багдаде в результате удара американского беспилотника в январе. КСИР, кстати, признан террористической организацией в США и в некоторых других странах. Так вот, господин Фахризаде, тот, которого ликвидировали недавно, он ведь был бригадным генералом КСИР. Не просто так. Он не какой-то несчастный физик, знаете, такой взбалмошный профессор с выключенными глазами, как в фильме «Назад в будущее». Нет-нет. Он был бригадным генералом КСИР. А следовательно, не только высокопоставленным военным командиром страны, находящейся в состоянии войны с США и с их союзниками, но и международным террористом, который принадлежащим к организации, запрещенной в США. Но на самом деле он был, конечно, намного больше. Он был основателем и долгосрочным директором незаконной иранской ядерной программы. Подчеркну, не той, которая официальна, а незаконной ядерной программы, которую контролирует КСИР. Международное агентство по атомной энергетике МАГАТЭ подтвердило, что он возглавлял программу, известную как АМАД, которая стремилась разработать ядерное оружие под видом гражданского энергетического проекта. Да, АМАД был отложен в 2003 году, но его место заняла другая программа SPND, так называемая Организация Оборонных Инноваций и Исследований, которую Фахри Заде возглавлял до самой своей смерти, точнее, до ликвидации. Вся эта работа и АМАД, и SPND, и всех других тайных проектов, она была раскрыта в обширном ядерном архиве, который израильский МОСАД, как вы помните, в 2018 году из Тегерана изъял. Так вот, острая угроза ядерной иранской бомбы, она ведь была признана и президентом Обамы, который в 2012 году пообещал предотвратить ее, применив в случае необходимости военную силу даже. Помните еще? Но и его красные линии в отношении химического оружия президента Асада в Сирии и заверения по поводу ядерной бомбы, они все превратились в пустые слова после переговоров по ядерной сделке в 2015 году, которая вместо того, чтобы остановить программу Ирана, фактически сделала ее официальной и как бы законной. При этом опасения, те самые опасения, которые рассказывал Обама по поводу иранской опасности, разделяли во всем мире страны, которые признали, что угроза была не только для Ближнего Востока, ведь Иран продолжил работу над ракетами большой дальности, способными донести ядерную боеголовку и в Европу, и во мире. И в этих странах знали, что иранская программа вызовет на Ближнем Востоке гонку ядерных вооружений, которая сейчас идет полным ходом, в основном с участием Саудовской Арабии, Турции и Египта. Три страны, которые тоже сейчас хотят получить ядерное оружие. И страх перед ядерной программой Ирана, именно он, а также его региональной и глобальной агрессии, мы об этом говорили немного раз, стал главным стимулом для многолетнего и такого подспудного, незаметного сотрудничества между арабскими государствами Израиля. Сотрудничество, которое благодаря Трампу недавно стало открытым и переросло в соглашение Авраама. Именно из-за того, что Обама не поддерживал арабов в борьбе с иранской агрессией, арабы стали считать Израиль единственной страной, на которую они могут рассчитывать в этой своей борьбе с Ираном. Иран никогда не откажется от того, что он считает своим абсолютным правом стать государством, владеющим ядерным оружием. Не при ненешнем или при любом будущем режиме. И ядерный архив, который вытащил Моссада из Тегерана, доказывает, что хотя режим последовательно все отрицал, отрицал свою оружейную программу. Он продвигался вперед, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный еще в 70-м году, то есть 50 лет назад. И несмотря на свои обязательства по сделке 2015 года, и он продолжает это делать, и Ирану жжет МАГАТЭ, и в архиве даже подробно описаны способы, которыми он обманывал этих инспекторов. Несмотря на утверждение об обратном, этот договор 2015 года, он никогда не собирался предотвращать ядерное вооружение Ирана, да и не был предназначен для этого. Как я уже сказал, он сделал его просто официальным, эту программу иранскую. Положение прекращения действия договора означали, что в лучшем случае сделка могла бы отстрочить приобретение Тегеряном ядерного оружия на несколько лет, отбросив вперед будущий поколений, как бы, оставив это все будущим поколением, но уже в гораздо более опасном контексте. И любое возвращение этой сделки со стороны Белого дома Байдена, которая сейчас продвигает господин Брэннан, обвиняя Израиль, ту страну, которая уничтожила Фахри-Заде в терроризме, не приведет к усилению этой сделки, а скорее сделает еще более слабой. Кроме смены режима, что, в общем-то, является очень непредсказуемым вариантом, это не оставляет альтернативы для принуждения. Израиль завершил иранский ядерный проект в 81-м году, Израиль уничтожил иракский ядерный реактор, и на этом программа ядерная Саддама в Кусей накончивается. А в 2007 году Израиль точно так же уничтожил сирийский проект нанесением ударов с воздуха. И тогда они были осуждены США и многими европейскими странами. А потом все эти страны признали, что это были жизненно важные шаги для региональной безопасности. Например, когда пришло время отразить вторжение Саддама в Кувейт или разгромить исламское государство в Сирии. Если бы исламское государство захватило бы ядерную бомбу сирийцам, то нам мало бы не показалось никому. Иран извлек урок из всех этих предыдущих действий и эффективные воздушные удары по его ядерной программе уже не станут такими эффективными и очень как бы они сегодня очень трудны и потребуют очень серьезных затрат и будет много крови. Но их нельзя исключать в случае необходимости. И мы знаем, что развернулось в последние годы, на самом деле в последние 10 лет развернулась целая кампания по сдерживанию ядерных амбиций Ирана, которая не имела аналогов до этого. Это был и вирус Такснет, который разрушал центрифуги, и разные другие кибератаки, и саботажи, тайные действия против ядерных объектов, и точные ликвидации ученых-ядерщиков. И вот сейчас ликвидация Фахризаде стала последним, возможно, самым значительным из всех этих шагов как с точки зрения сдерживания, так и с точки зрения лишения проекта экспертных знаний. И потенциальная эффективность этих действий действительно увеличивалась в кампании экономических санкций президента Трампа. Она создавала такое максимальное давление. И в совокупности эти меры действительно могли дать наилучшие шансы на замедление ядерной программы Ирана и на сдерживание его неядерной агрессии. Поэтому те, кто выступает против этой политики, я заканчиваю уже, не понимают опасности, которую ядерный Иран представляет для регионов и мира. И совершенно ошибочно полагают, что программу можно остановить дипломатическими средствами. Или довольны идеей фанатичной диктатуры вооружённой ядерным оружием, я не понимаю. Когда Бреннан и европейские сторонники вот этих аргументов о государственном терроризме Израиля верят, что Иран можно сдержать умиротворением и переговорами о невоенной силе и политической воле, то они демонстрируют не только непонимание, но и абсолютное незнание ни психологии, ни идеологии иранского руководства. И этот путь, который они продвигают сейчас, сторонники умиротворения, во главе с Байденом, он может привести только к бесконечно большему пролитию, насилию и страданиям, чем смерть одного террориста, признанного в США, например, принадлежащим террористической запрещенной организации. Вот у меня всё на этом. 847-400-5200 телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, скажите, пожалуйста, а возможно ли, что если не приведет Господь придет к власти Байден, чтобы израильское правительство не отчитывалось в своих планах перед этими левыми деятелями. Ещё вопрос. Есть ли какой-то вариант, чтобы если произойдёт это несчастье с Байденом, то предотвратить премьер-министра Ганса в этом положении, чтобы он не стал премьер-министром? Спасибо большое. Ну, вот, собственно, как бы об этом я как раз в первой половине и говорил, что, во-первых, Израиль не отчитывается перед Америкой в своих действиях. Речь идёт о том, что Израиль очень зависим от американской поддержки международной. И мы знаем, что 8 лет Обамы Натанья удавалось противостоять Обаме и не сдавать позиции, не, так сказать, не приблизиться к тем уступкам, которые требовала Обама, и которые были несовместимы с дальнейшим существованием Израиля. Сейчас ситуация усложняется тем, что действительно Натанья находится в тандеме с Гансом, который делает всё наоборот, который, видимо, то ли не понимает угроз, то ли, так сказать, не хочет их понимать. И действительно речь о том, чтобы передать управление, скажем, Гансу или вообще продолжать вот это друглавое правительство, она уже не идёт. То есть сейчас это крайне невыгодно и неправильно. И действительно мы должны говорить о новых выборах и создании правого правительства. Проблема, как я уже сказал, в том, что правое правительство невозможно без участия партии Емина. И раньше мы считали, что Емина это такой надёжный правая партия, находящаяся справа от Ликуда. сейчас Беннет её лидер раз за разом повторяет и говорит о том, что он не правый больше. Он хочет, так сказать, как будто бы он повторяет манёвр Либермана, который предал правый лагерь и ушёл как бы в коалицию с левыми. В такой ситуации действительно лучше уж то правительство, которое сейчас, чем то правительство, которое сумеет левый лагерь вместе с Беннетом сформировать без Натаньяла. Потому что понятно, что противостоять Байдену из израильских политиков может только Натаньяла. Поэтому дилемма непростая. И, может быть, прежде чем стремиться к выборам, нужно Натаньялу ещё больше укрепить свои позиции и понять, что же, собственно, собирается делать Беннет. Действительно он предаёт правый лагерь или это просто глупость, от которой он избавится и которую преодолеет. Следующий звонок. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Соросу, Бомбергу, Брину, Цупербергу, Евросоюзу и Путину удалось перетянуть Ливермана и, похоже, вслед за ним уже идёт ваш Беннет. Не кажется ли вам, что Соросу и им то, что удалось практически, ну, надеюсь, что им не удалось, но к этому идёт у нас добиться своего Соединённых Штатов и начинается этот этап и у вас в Израиле. Не кажется ли вам, что что-то слишком похожие ситуации складываются и у вас, и у нас? Спасибо. у нас это не начинается, у нас, мы с этим живём, в общем-то, с 77-го года, то есть, мы живём этим всю сознательную жизнь, к сожалению. На самом деле, есть колоссальная разница между Либерманом и Беннетом, и Либерман, я считаю, что это вообще человек, который не может занимать никакую позицию в израильской политике, это абсолютно беспринципный, бесчестный человек, и каким интересом он служит, может быть, мы когда-нибудь узнаем, но у меня ощущение, что далеко не израильский. Что касается Беннета, то его главная проблема, на мой взгляд, это его недальновидность, если говорить так мягко. То есть, он не понимает, что он делает, ему вскружили голову опросы, он считает, что он может сейчас стать вместо Ликуда и вместо Натаньяо, но мы-то со стороны понимаем, что Беннету ещё и расти и расти, чтобы стать таким, как Натаньяо, таким мастером и умельцем. И поэтому то, что сейчас он может сделать по своей недальновидности, это напортить Израилю, испортить ситуацию Израиля, привести к власти левых, но никак не стать вместо Натаньяо таким вот достойным лидером страны. А что касается, что действительно у нас повторяют ваши сюжеты, да, это происходит. И вот, например, я сейчас, я не смотрю телевизор, на самом деле, уже много лет, но через социальные сети ко мне приходят какие-то кусочки, обрывки. Вот я узнал недавно, что в Израиле стали практиковать ту же методику, что и у вас. Вот выступление Натаньяо, а рядом большими желтыми буквами такой факт-чекинг как бы. И вроде как подается объективный репортаж о выступлении Натаньяо, и тут же рядом комментарий о том, что, мол, он все это врет, а на самом деле правда такая, такая и такая. Ну точно так же, как с заявлениями Трампа делают. При том, что, конечно же, мы понимаем, что в выступлениях политиков существует по меньшей мере две позиции. И Натаньяо имеет право на освещение позиций со своей стороны. Можно потом пригласить какого-нибудь другого оппозиционного политика, который подаст это с другой стороны. Но в репортаже, когда говорит Натаньяо, тут же вставлять как бы объективно позицию вторую, противоположную, это, конечно, бесчестный прием. Это прием, который заимствовали у вас, где каждому выступлению Трампа подавлялись вот эти самые унизительные сообщения о том, что на самом деле все не так. Вот. Это точно так же, как в социальных сетях ходят всякие шутки на тему того, что если бы Галилео Галилей или Джордана Бруда или Коперник жили бы и писали бы в социальных сетях, то на сообщения у них появлялось бы внизу, что по мнению европейских экспертов именно Солнце вращается вокруг Земли, а не так, как сообщает нам автор поста. Ну вот как-то так. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня Натаньяо объявил о том, что Израиль заключил с американской компанией Modern контракт на поставку 8 миллионов доз вакцины, что означает, что собственному производству вакцины в Израиле нет. И могли бы вы прокомментировать этот факт. Спасибо. Да, я могу прокомментировать. По-моему, не 8 миллионов, а 7 миллионов, но не важно. Важно то, что действительно сейчас во всем мире все передовые хай-тек страны пытаются создать вакцину. И в Израиле такие разработки тоже ведутся. Но, как вы понимаете, в фармацевтии после того, как вы что-то создали, вы должны еще примерно год, а иногда и два года гонять это все и проверять, чтобы, не дай бог, это все не навредило. Сегодня лидерами в мире являются две или три компании, которые, во-первых, создали вроде как вакцину, которая имеет хорошую эффективность. Во-вторых, они ее уже проверили, прогнали, конечно, по очень ускоренным вариантам FDA и, соответственно, британским там вариантам и, соответственно, израильским, которые, в общем-то, являются производными от FDA. Но они это сделали. И поэтому сейчас, чтобы вакцинировать людей, берется их вакцина. Ковирус от нас никуда не денется. И нам еще придется разрабатывать новые вакцины, и израильские вакцины тоже будут задействованы. Но сейчас для того, чтобы вакцинировать людей как можно быстрее, как можно быстрее снять вот эти карантинные ограничения, конечно, нужно брать то, что есть. А то, что есть, вот это вот те компании, которые уже работают, которые уже прошли фактически, или почти прошли FDA, и у которых Израиль закупает миллионы единиц вакцины, чтобы вакцинировать свое население и решить эту проблему. Ваш 13 канал сообщает, что в здании суда в Иерусалиме проводится реконструкция, и все это связано с предстоящими слушаниями дела главы правительства Бениамена Натаньява. То есть, какие-то слушания суды все-таки будут иметь место? Ну, они, безусловно, будут иметь место, потому что, несмотря на то, что адвокаты Натаньява подали огромнейший доклад, подробно описывающие всевозможные нарушения, и сказали, что они требуют вообще, чтобы обвинения были сняты, чтобы не было никакого суда. Судьи просто отмели это в сторону. Ну, вам это сейчас очень знакомо и понятно. То есть, зачем вчитываться в какие-то свидетельские показания, в сотни, в километры пленки прослушивать? Зачем все это нужно? Мы же хотим обвинить Натаньява, зачем нам нужно еще чего-то тут слушать? Поэтому они сказали, что нет, мы все это решительно отметаем, суды будут. Но когда они будут, пока не ясно, потому что и вирус, и огромное количество материалов, которые все равно нужно как-то исследовать и изучать. Есть протоколы, которые невозможно обойти. Они бы хотели просто уже сейчас посадить Натаньяву за решетку и закрыть дело. Но они не могут. Должны быть какие-то процедуры. Эти процедуры растягиваются, и мы сейчас не знаем, когда точно начнется этот судебный процесс. Но для того, чтобы поддерживать людей в тонусе, они сообщают постоянно. Вот вы знаете, вот сейчас мы покрасили потолок в зале, где когда-нибудь начнется суд на Танциниел. А сегодня, например, туда пришли к суде, чтобы посмотреть, почищены ли там плинтусы и перекрашены ли обои. То есть, понимаете, это просто для того, чтобы создавать вот такое постоянное ощущение того, что вот-вот суды начнутся. Точно так же, как и у вас, когда на тонны доказательств о том, что были фальсификации, вам отвечают, да нет, ну Байден уже президент, о чем вы вообще говорите? Ситуация схожая. Александр, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. До встречи.